Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на танке БЗ-75. Продолжаем изучать данную ветку, смотреть какие-то интересные бои и ситуации. Конечно, танк пока что далёк от какой-то народной любви и популярности, что-то я этого совершенно не вижу. Ну, может быть, в будущем как-то он будет переоценён игроками, но пока что, конечно, он находится в некоторой тени. И для Wargaming и Vesta это плохая, на мой взгляд, новость. Потому что сейчас, в данный момент, игра прям нуждается в каком-то очень хорошем танке 10 уровня и 9, конечно. То есть, должна выйти какая-то прям реально интересная ветка сейчас, которая завлекёт игроков. Ну, а сейчас, на данный момент, я считаю, что такой ветки нету из новых. И это, конечно, прискорбно для нашей игры, я считаю, так как онлайн постепенно падает, пока он ещё довольно высокий. Но всё же, конечно, если не будет ничего интересного, в этом году, мне кажется, ещё больше игроков отвадится. Итак, 1 февраля закончится продажа некоторых премиум танков на Vesta. Это объект 252У, FCM 50 тонн, Самуай СМЭ. В принципе, если у вас чрезмерно много золота, вы не знаете, куда его девать, например, после коробок, то, на мой взгляд, Самуай СМЭ и объект 252У неплохой выбор за золото. Ну, и к тому же, выводят, я думаю, надолго. Так что, если нужен какой-то из этих танков, берите до 1 февраля. Ну, а так, конечно, будут выходить и новые какие-то имбовые танки. Без этого никуда. Это, я думаю, как всегда, по отлаженной схеме будет всё работать. То есть, будем играть на том, что есть в основном до конца года этого, а потом на Новый год опять в коробке завезут что-нибудь имбовое. Ну, а может быть, разработчики всё-таки изменят эту схему и будут появляться какие-то и другие имбовые машины. Ну, а, друзья, я предлагаю вам поучаствовать в розыгрыше золота. Для этого всего лишь напишите комментарий и укажите свой игровой нип. Комментарий должен быть обязательно по теме видео, никак иначе. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте поиграем. На сайте Водхаб будем открывать кейсы с ПТ-САУ. Надеюсь, получится выиграть прям танк. Так, ну, пока что ничего не падает значимого. Не самый удачный пока что в начале попытки, как вы можете видеть. Прям совсем не везение, но такое может быть, конечно, от 1500 золота. Более-менее неплохо. Так, золото опять падает. Опять золотишко. Совсем мало. Ну и напоследок, может, что... О, да. Есть ТС-5 падает. Спасло меня это сейчас. Довольно неплохо. В общем, ссылка на сайт в описании, если интересно. Не забывайте также заходить в раздел «Бонусы». Сверху кнопка. До сих пор работает бонус-код. Короче, для ру-сервера. Связанный с тем, что у нас в последнее время очень много технических проблем в игре. И, конечно, особенно негативно это отражается на игроках, у которых не очень много времени для боевого пропуска. Тем не менее, не хотят, конечно же, выполнить его, стараются. А в итоге, всякие проблемы. Порой даже вообще в игру не получается у некоторых игроков зайти. Да и бывают вообще технические проблемы чуть или не по полдня. Так что, это, конечно, неприятная ситуация. Но разработчики вот дают нам возможность, по крайней мере, получить что-то ценное тоже. Это хорошо, естественно. Ну, там 100 бон. Также 100 очков боевого пропуска, что особенно будет полезно тем, кто выполняет бивый пропуск. И также, ну, другие всякие награды. Икс-5 опыта. Ну, общий наград не очень много. Но, тем не менее, успейте активировать бонус-код до 31 января. Ну, конструкторское бюро не за горами, друзья. Не стоит думать, что раз у нас глобальная карта и какие-то там другие события, то разработчики полностью забили на конструкторское бюро. По сути, забивать вообще смысла нет. Потому что события, во-первых, прибыльные, что для разработчиков самое главное. Во-вторых, все-таки события поднимают вообще активность серьезно в игре. Так что одни плюсы, считай. Так что разработчики, конечно, уже давно занимаются конструкторским бюром. Вот только вопрос, будет ли на Евросервере и на Руссервере одинаковые танки, вот тут вот вопрос остается открытым. Но на данный момент 95-процентный шанс того, что будет танк Леон итальянский СТ-10 уровня. Ну, кстати, заглянул тот недавно на европейский сервер, а там продают, знаете, что Е-75Т за 11 260 золота. Что довольно любопытное на самом деле. Потому что на Руссервере этот танк можно вообще, как вы понимаете, как бы купить за боны. А тут продают его на Евросервере за золото. Конечно, некоторые игроки там были в бешенстве. Но это, наверное, такой некоторый отъезд от конем, так скажем. Посмотрим, к чему это приведет. Будет вестись, соответственно, Wargaming на этот ход. Вот, может быть, что-то будет противопоставлять. Хотя, конечно, может быть, они как бы не будут стараться соревноваться. А может быть и будут, не знаю. Давайте посмотрим. Возьмем попкорна и будем наблюдать за этой ситуацией. Далее, друзья, у нас можно получить золото за то, что вы там напишите в Вики-энциклопедию «Мера танков». То есть, за создание одного руководства дают 3000 золота. За актуализацию одного руководства дают 400 золота. Стоит ли этим заниматься, спросите вы. Ну, если вот вы хорошо умеете писать, без ошибок, четко там, соблюдая, в общем-то, все правила. И плюс еще ко всему прочему, знаете хорошо игру, умеете, в общем-то, преподать какую-то информацию в таком понятном виде, то, наверное, стоит. Если же вы этим заниматься не любите, но хотите голды, ну, мне кажется, вряд ли получится. Но попробовать можно. Далее, «Боги войны», событие, которое стартует 13 февраля. Больше всего нашумело не само событие, а движуха вокруг него. То, что разработчики пригрозили, так скажем, пальцем тем, кто будет продавать места на своих кланах. В своих кланах, извиняюсь. Соответственно, что я могу насчет этого сказать? Ну, мне лично, конечно, как подбуку. Ну, очевидно, что люди там бабки рубят серьезно и, возможно. То есть, это уже давно в бизнес какой-то превратилось. Судя по всему, если так со стороны смотреть, со стороны человека, который в этом не очень сильно разбирается, но так видно, что там бабки рубят. И, конечно, некоторые очень сильно недовольны такими изменениями. Ну, посмотрим. Обычно, в общем-то, пальцем грозят, но последствий не всегда бывает. Далее, бонус-код. Еще один. «Игра на повышение» называется. Это у нас соревнование некоторое. Успейте его активировать до 26 января 23 часов по Москве. Тем самым вы можете выиграть даже ценные призы. Например, про джета М35МОД 46, бюджетельон Бураск, СУ-130ПМ, Пантера М10. А ссылка, в общем-то, на все подробности в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok